и мне кажется они людоеды всем 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 привет ну что друзья смотрите что у нас есть лодочка каяк называется он это пахо это артур это давид и все мы вместе boys and toys и куда мы сегодня отправляемся ни за что не угадаете на необитаемый остров Смотрите какой крутой необитаемый остров! Точно тут никого нету! Вроде никого! Теперь можем снимать спасательные жилеты! Необитаемый остров! Так, стоп! Что это такое? Наша лодка уплывает! Уже нереально этот каяк найти! Эта лодка от нас просто уплыла! Так что, нам придется ночевать на необитаемом острове? Да! Придется здесь теперь жить! Друзья, скорее ставьте лайки, чтобы нас побыстрее спасли! Спасибо всем за лайки! Чем больше их будет, тем лучше! Класс! Спасибо! Ну что нам остается делать? Идемте осматривать наш необитаемый остров! Чудо-остров! Чудо-остров! Жить на нем легко и просто! Так, что я сказал? На необитаемом острове жить очень непросто! Поэтому быстренько рассказывайте, кто что с собой взял! Я с собой взял воду! Ух ты! Вот это молодец! Потому что на необитаемом острове как же без воды? Это обязательно понадобится! Тут же в море много воды! Там же вода соленая, а тут пресная! Да! Это настоящее сокровище на необитаемом острове! Интересно, а что же взял Давид? Я тоже взял важную вещь! Еду! Еду? Что это такое? Колбаса или что это? Рога быка какого-то? Какие это такое? Они, видимо, почернели, да? Бананы черные? А чего они такие? Что с ними случилось? На солнце, наверное, да? Протухли! Да! Но запах еще хороший! Да! Все окей! Да, точно! Важная вещь! Что это такое? Я взял супер вещь, с которой у меня будет, надеюсь, и еда, и вода, и все-все-все классное! И что это? Волшебная шкатулка? Или что? Похоже на то! Действительно, смотрите, это такая корзина, где сидит кобра! Отдай воду! Отдай еду! И все! Но на самом деле тайна открывается! И внимание, что же у меня тут? Ничего себе! А это новая серия с Бабам-повелителем морских глубин! Вот это да! Смотрите! У меня их очень-очень-очень много! Круто! А теперь волшебство настоящее! Кто хочет новую коллекцию? Я! Я! Давай, на воду меняешь? Да, да, давай! Давай, хорошо! Класс! А ну-ка посмотрим, что же тут! И у меня морская звезда! Смотри, какая классная! Это Краб? Краб! Ничего себе! Вот это да! Краби! Класс! Ну что, два! Два открыли! А знаете что? Я могу сказать, что еще 10 повелителей морских глубин есть! Круто! Хотите их выиграть? Да! А кому же достанется следующий приз? Итак, друзья, поскольку морская звезда нам попалась в третьи первых двух, я предлагаю следующий отдать тому, кто найдет морскую звезду в океане! Готовы? Да! Три! Два! Один! Старт! Давайте ищем! Два! ЧТО ПРАВДА! Ничего себе! Вот это да! Какая крутая! ну это и присоски смотрите разные и зуба она переваривает так пищу даже моллюсков давид ты победил как вы видели в этом раунде победа давида это не простая акула она светится в темноте какая хорошенькая ну что счет 21 пользу давида но это пока и внимание следующее задание найдет три целых кокоса хорошо я готов стоп х х хитрец нет нужно найти целых на земле но вы можете искать по всему острову давайте три два один старт и 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 так, Давид был быстрее, выбирай. Вот. 3-1. Открывай, что же там будет? Так, тут. Тут. И тут. Это рыба, которая называется морской черт. Вот это да. Жас. Слюбка. Круто? Да. А теперь, внимание, следующее задание. Эти кокосы, которые вы нашли, теперь нужно использовать, как будто они стали баскетбольными мячами. Будет специальная лунка, и в нее нужно попасть. У каждого будет 3 попытки. Хе-хей, вот оно задание, смотрите, какая яма сделана здесь прикольная В нее должен провалиться кокос Первый бросок с такого очень близкого расстояния И начинает Артур Да, пора отыграться Ну что, раз, два, три Есть, один балл уже заработал Теперь моя очередь Давай, давай, Давид А ну-ка И оп Есть, по одному баллу, супер Второй кокос с большего расстояния на шаг назад Вот, отсюда Давай, Артур, твоя попытка Раз, два, три Нет, не получилось Не было попадания Давид, у тебя шанс, если ты попадешь, то ты врываешься вперед Ого, не попадешь Ого, не попадешь Вот это да Еще отодвигаем дальше Ого, ничего себе, я даже не знаю, попаду ли я Не было Давид, твоя очередь Давай, так Давид Ну что, одинаковое количество баллов И поскольку оба участника не попали Сейчас они будут бросать до того момента, пока кто-то из них не забьет Артур Вот это да Он попал Я попал, есть Ну что, Давид, есть шанс отыграться Если сейчас попадаешь, то снова ничейный результат Готов? Да Давай А, попал Было, снова ничья Это значит, как минимум, по одному броску Та-дам Попал Есть, 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 есть Теперь Давиду надо обязательно попасть Давай, Давид Давай, давай Так, за линию не заступай Ну, раз, два, три Я попал, снова Снова ничья А это знаете, что означает? Перебрасываем еще раз Нет, судейское решение, каждый получает по одному призу Круто Кому какой Посмотрите, это рыба-камень Ух ты, смотри, у него ирокез такой, причесочка хорошая А у тебя что? Скласс А у меня? Что это такое? Опа-на Опа-на Бурена Бурена Классная Прикольная Мурена Мурена Вот это да Она так тянется? Да, очень хорошо тянется Попа, сразу два приза разыгрываем мы Сейчас Что нужно сделать? Я зарою два в песок А вы должны раскопать и найти Кто-то из вас может заработать целых два приза Готовы? Да Закрывайте глаза Надо всех запутать Я сейчас разрываю песок, чтобы не было понятно, где я зарыл Ну все, они должны найти между пальмами где-то в песке Готовы? Поехали Ха-ха-ха-ха-ха-ха Сложно Я закопал хорошо Опа, я нашел! Класс Посмотрим, может быть, я и второй найду сейчас Так Опа, я нашел второй Ничего себе! Класс! Два Первый пакетик Че-то черепашка Кстати, она еще и светится в темноте Супер Класс! Вот именно так, ребятам нужно будет на пальме зависнуть И кто дольше продержится, тот и выиграл А-а-а-а-а-а! Вот так Держи, я понимаю, лучше лапами Время пошло! А я буду шатать Не поможет Делайте ставки Для себя сейчас прямо загадайте Кто первый отпустит руки Тяжело держаться? Да, на самом деле я думала это легче будет Давид, а как тебе? Нормально А ну-ка быстренько поставь лайк Если ты считаешь, что Артур победит Или если ты считаешь, что Давид победит Поставь тоже лайк Опа-на Шевеление чувствуется на этой пальме Обезьянка породы Макака обыкновенная Пока что На дереве, но скоро упадет Да? Или шимпанзе Кто-то же победит Так, шимпанзе как себя чувствует? Нормальненько Но чувствую, что постепенно съезжаю Мало бананов поели Наши обезьянки И поэтому сложно Уже спускаюсь Но на необитаемом острове Это очень важно Важно уметь забежать на пальму И держаться там, пока Дикий тигр не пройдет мимо Но не повезет Если он умеет лазить по пальмам Все-таки Уже съезжаю Да или нет? Я могу тебе помочь Точно? Нет, не поддержать А просто спустить тебя вниз Нет, пока Борешься пока Держишься, это хорошо Артур, не требуется помощь? Нет, я пока сижу Эх, круто! Вы пока себе заварите чаечек Кофеечек А не знаю что-нибудь Потому что, по-моему, это будет долго Давид даже отпускает одну руку И она не требуется, чтобы держаться Чай пил! Ух ты! Банановый чай Пах Пальмовый отвар какой-то Ой! Оп-оп-оп! Артур! Так, сидим! Сидим и нормально, да? Держимся, да? Применяется следующий метод, друзья Специальная островная щекотка Нет! Теперь потихонечку Начинаем щекотать обезьянок А это большая горилла Не сильно А это... Итак, Давид О, как он может! Ничего себе! Я понял, что нужно сделать Нужно щекотать пятки И этим обезьянкам И тогда точно Они не удержатся долго О-о-о-о-о! Давид! Только отцовщик катать пятки Уже обезьянка одна спрыгнула Почему? Не знаю! Ну все У нас есть победитель! Победитель есть! Та-да-дам! Ну что, смотрим Что будет тут? Опа! Что это? Медуза? Красавчик! Ха-ха! Ничего себе! Прикольная медуза! Итак, счет становится 5-4! Я должен в следующем лаунде точно победить! Ну, это мы посмотрим! А следующее мега-задание! Вы должны спрятаться! А я вас буду искать Кого я найду первым Тот проиграл! А победитель получит приз! Вы готовы? Да! Да? Ну что, я иду к пальме Впервые играю в прятки Где нужно прислониться к пальме Классно! Ну что, давайте-давайте! Я считаю до 100! Не могу до 200! Так, я должен спрятаться! Точно лучше Артура! Раз, два, три, четыре, пять! Надеюсь, папа Артура найдет первым! О, уже! Уже спрятались наверняка! Я иду искать! Может быть, кто-то из них на дереве Тоже нужно посматривать Кубимо! И где они? Хорошо, что найти нужно только одного Вот это да! Все-таки меня поймали первым! Давид выиграл! Класс! А я был там! О, Давид! Давид получает супер приз! Ну что, открывай, кто там? Открывай, кто же там будет? И кто же это? О, скат! Красивый скат! И он меняет цвет в теплой воде! Да? Да, да! Посмотрим! Снова равный счет! Пять! Пять! Пять, пять, пять! А у меня? Ноль! Ноль! Нет, у меня еще два есть, которые я хочу разыграть! Ну что, друзья, на нашем острове уже как-то становится все пасмурнее и пасмурнее. Это означает, скоро может начаться дождь, а нам нужно будет сделать какой-то шалаш, чтобы его переждать и придумать, как отсюда вообще нам выйти. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, чтобы узнать, какие дальше истории ожидают нас. Ну, а эти два, которые остались, я предлагаю открыть прямо сейчас. Выбирайте, кому какой. Так, я вот этот беру. А, я! Стоп, стоп, стоп! Младшему брату! Хорошо! И давайте посмотрим, кому что-то осталось. Это рыба-клоун! И она тоже меняет цвет в теплой воде. Что тут? Осьминог! Смотрите, осьминог. Как осьминоги похожи на инопланетян. Мы захватим вашу землю! Всем-всем-всем привет! Это день номер два на необитаемом острове. Как вы знаете, от нас уплыла лодка. И теперь мы тут остались. И вы знаете что? Жить можно, только вот кушать очень хочется. Да, жалко, что нельзя заказать доставку еды или воды. Да, я бы еще заказал, конечно, какой-то PlayStation 5, чтобы наше знание было. И был интернет, обязательно. Друзья, как же грустно! Мы хотели разыграть, когда будет на канале 10 миллионов целых 5 PlayStation 5. Точно! Но если мы останемся жить здесь, то не сможем разыграть. Поэтому ставьте лайк, чтобы поскорее нас спасли с этого острова. Это точно, обязательно. Ваш лайк должен помочь. Пусть все увидят это огромное количество лайков. И нас как можно быстрее спасут. Ну и, конечно же, уже не за горами 10 миллионов, когда мы разыграем эти супер приставки. Мы сейчас пойдем в разные стороны для того, чтобы найти что-то вкусненькое поесть. Смотрите, 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 я сделал копье, я его заточил об камень. Ух ты, настоящее индейское копье! Так, где бы найти какой-то гамбургер, чтобы наколоть его этим копьем. И потом ам-ням-ням сделать шашлык, пожарить на этой штуке. Или она двухсторонняя, здесь тоже достаточно острая. Поэтому можно один гамбургер, потом второй гамбургер и качаться. Это будет как штанга серьезная. Если честно, мы, кроме ящерицы, не видели ни одного живого существа на этом острове. Он необитаем совершенно. Хотя, кто знает, может быть, здесь воздятся супер монстры, которые на нас нападут, когда придет. Макаки и ходят тут. Но очень много рыбы плавает в океане. Давид, держи свое копье, и ты должен пойти наколоть нам штук шесть рыб. Хорошо! Ну что, удачного поиска! Собирай все, что хотя бы чуть-чуть съедобно. Давай, ты туда, я сюда. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это? Тело паука засохшее. Может, как бы его попробовать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет! Пауки невкусные! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, я дошел кое-что съедобное. Ой, ты куда? Вот и кого я нашел. Нашел! Опа! Кто это у тебя? Ящница! Ух ты, прикольная такая. Убегает или нет? Убегала очень быстро от нас. Посмотрите, я решил ее немножко подрессировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, ты куда? Если мы выберемся с острова, Артур сможет взять эту ящерицу с собой и выступать в цирке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я все же думаю, что лучше ее не есть, поэтому посмотрим еще что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, они вкусные. Хотя стоп, он же еще маленький совсем, да и вообще мне крабы нравятся, я их не ем. Ладно, пока-пока, крабик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Артур, смотри, что у меня есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты! Что это? Не знаю, что. Ну, запах вроде бы неплохой. Но чуть-чуть мягенькая. Не знаю. Пока, давай, оставь, не выбрасывай. Пошли еще что-то найдем. Может, вкуснее будет, чем это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем. Посмотрите, какие норки. Я слышал, что там могут быть крабики. Хотя стоп. Там могут быть какие-то большие тарантулы, паучары и змеи. Так, я лучше пойду, посмотрю что-то еще. Опа, вот еще что-то. Так, держи. Что это такое? Ладно, его сюда, пока. Угу. А это что такое? Лимон какой-то? Проверим, проверим. Что такое? Что с тобой? Смотри, что я нашел. Это то, что я думаю? Да. Гамбургер? Че, какой гамбургер? Это же бананы. Бананы? Да. Ого. Ничего себе! Смотрите, мы спасены. Ха-ха-ха. О, Давид. Ну что, где рыба? Слишком быстро я не успел. Не успел. Серьезно, даже маленького карася не словил. Нет. Ладно. Смотри, что у нас зато есть. Какие фрукты? Итак, первое. Что это может быть? Зерно папуина. Кто попробует? Давай я. Зерно папуина. А еще второе есть? О, нет. Второе есть? Такое несъедобное. О, оно 3-я. Похоже на лимон. О, оно 3-я. А, ну. Будешь пробовать? Нет? Съел. Нет. Так с едой на необитаемом острове не обращаются. Итак, похоже на лимон, либо, ну, не знаю даже. А ну. Ну что, лимон? Можно есть? Можно есть, когда уже все остальное съел. Поэтому сильно далеко не убираем. Отложим пока в сторонку. Бананы, это хорошо. Да. А это? А это что такое? Личиночки, вот смотри. Похоже на личинки. Кто же из них вылупится? Такой большой жук или кокосовый краб. Вы видели его? Он вообще гигантский такой. Кто рискнет попробовать? Давай я, наверное. А я не буду лучше. Точно? Нет. Что это? Ничего, никакая слизь из нее не льется. Что это? Что-то знакомое. Что-то что-то. По-моему, это манго. Да? Кучно. Но у нас тоже расчет манго, и это мега классно. Супер. Класс. Укусишь тоже? Да. Вкусно. Бананы мы знаем, как есть. Единственное, они-то зеленые. Можно есть зеленые. Только если сильно голоден. Голоден, да? Так, ребята, как будем их делить? О, давайте делить по справедливости. Мне вот эти вот четыре, а вам по одному. Идет? А чего вдруг эта справедливость такая настала? Потому что я нашел. Ну ладно, раз вам такой вариант не подходит. Нам подходит, вот знаешь как, по-братски. Это когда тебе два, мне два и Давиду два. А чего вообще Давиду? Он же отвечал за ловлю рыбы. А он ни одной не поймал. Поэтому я считаю, что Давиду максимум один банан. Ой, хитрый. Хитрый Артур. В следующий раз ты пойдешь ловить рыбу, и тогда посмотрим, сколько сможешь поймать. Но я предлагаю сейчас, Давид может отыграться. И если он станцует крутецкий островной танец шамана, то в принципе получит два банана, как и все. Готов? Танец макаки, я считаю, что заслуживает два банана. Конечно, обезьянки, они любят такие штуки. Ну а что, разделили шкуру неубитого банана. То есть, мы же еще не знаем, зеленый это нормально или нет. Ой, чистится даже плохо, смотрите. Ух ты, вот это да. Но когда ты голоден, может, вот, смотри. Либо оставить их нужно было на дереве или на солнце, чтобы еще больше поспели. Вот это да. Если спелый чистится хорошо, то здесь он отрывается. Это больше огурец, чем банан какой-то. Да, он настолько кислый, посмотрите. У меня он даже нормально не открывается. Так, я край откушу. А я буду открывать. На самом деле? Он очень противный. Сухой, непонятно что. Как тебе? На, Артур, положи в холодильник. Обязательно. Пусть пока созревают. Мне кажется, макаки точно не наканаются. Нет. Как себя не заставляю. Он терпкий, не сладкий совсем, невкусный, ну, не знаю. Я думаю, он будет вкуснее. Не получилось все-таки. А шурчит в животе. Кто наелся? Я нет. Я тоже. Придется идти и снова искать что-нибудь покушать. Если кто-то найдет макдональдс или кайф-си какой-то на острове, сразу же зовите меня. Хорошо. Давайте, ищем. Но это не будет мне реально. Все, всем удачи. Кокосы? Было бы неплохо сбросить кокосы. Они чуть-чуть шевелятся. Артур! Артур! Артур, иди сюда. Где ты? Да, что? Давай я тебя подсажу, а ты залезешь и сбросишь мне кокос. Не знаю, давай. Давай, ищем. Давай. Давай, обнимай ногами сильно. Еще чуть-чуть, еще 10 метров. Ну как? Нет? Нет. Эх, слабак. Учись как надо. Давай. Это тебе не абрикосов в бабушкином саду. Ага. А ну сейчас. Ну и кто слабак? Нет. Это какая-то странная пальма. Что-то не получается. Как труд из обезьяны сделал человека. Она не могла подняться на дерево, сорвать банан и взяла палку. Но видна, она взяла подлиннее палку. Это не подходит. Так, что-то нужно найти. Ух ты, что это? Смотри, что я нашел. Так. А ну вот этой палкой попробуй. Вот это класс. Опа. О. О. Вот это да. Класс. Есть. Ну что, есть там что-то? Да. Кокосовая жуткость. Класс. Как только ее достать. Я там такое видел. Что? Людоедов. Людоедов? Людоедов. На необитаемом острове Людоедов. Вот это да. Давид, ты что, на солнце перегрелся? Лучше смотри, что у нас есть. Да нет. Слушайте. Иду я так и вижу какой-то шалаш такой домик. Домик на острове? Да. Захожу в него, а там какая-то страшная статуэтка. Статуэтка страшная в шалаше? Да. Да не может быть. Я сам уже этот остров весь прошел и ничего подобного не видел. Да правда. Я медленно иду, смотрю. И там какие-то люди. Люди здесь? Да. Ты думаешь, правда это? Да нет, конечно. Ему что-то померещилось, видимо. Я незаметно за ними наблюдал. И мне кажется, они Людоеды. Точно Людоеды? Да, точно Людоеды. А ну расскажи подробнее, что ж там было? Я все не видел, потому что прятался за деревьями. Они делают какие-то надписи на стенах. А потом увидел несколько таких статуэток. Они точно какие-то магические. 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 Вот это да. Нашел кому верить. Статуэтки. Людоеды. Не бывает такого. Я знал, что вы не поверите и взял одну статуэтку с собой. Вот. Статуэтка. Каменная? Какая-то древняя? Может, она правда магическая какая-то? Нет, наверное, просто статуэтка. И все. Слушайте, этот остров рядом с Гаити. А Гаити – это родина культа Вуду. Это какой? Там, где куклы Вуду делают? Точно. Там еще шаманы своей черной магией могут превращать людей в зомби, которые исполняют любые приказы. И потом сами умирают. Не знаю. Как ее проверить? А ну, если навести на человека и пощекотать… Что это? Ну, хватит! Ты видел? Да. Неужели правда магическая? Вот это да. А ну, дай мне попробовать. Угу. Все хорошо? Что это было? Ну, письми. Это что? Это какая-то опасная статуэтка. И явно, это какие-то опасные людоеды на этом необитаемом острове. Ой-ой-ой. Нам нужно срочно с этого острова уплывать. Что это такое? Ты слышишь? Да-да-да. Там кто-то идет. Друзья, быстро ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если это еще не сделали. Вы увидите там продолжение. Быстро прячемся. Всем привет, друзья! Мы уже третий день находимся на необитаемом острове. Наша лодка уплыла. Мы уже тут научились есть листья пальм, искать какую-то еду. У нас есть зеленые бананы, которые должны поспеть. И самое страшное. Давид видел людоедов. Они людоеды. Ставьте обязательно лайки, чтобы видеть продолжение. Ваши лайки помогают нам как можно быстрее с этого острова выбраться. Нам нужно срочно с этого острова уплывать. Плавь это нереально, потому что тут много акул. Слушайте, на берегу было гигантское дерево. Может быть оно будет держаться на воде? Идемте, нужно его взять. Идем. Сильно гигантское. И оно какое-то каменное, окаменелое дерево или что? Ох! Это нереально. Идем дальше, что-то найдем. Эх, нереально. Но оно гораздо легче. Мы попробуем его оттолкнуть в воду, когда будет больше прилива. Это шанс уехать отсюда. Эх, пока уплывать с этого острова не получается. Так, нам нужно найти какое-то оружие. Смотрите. Сухой лист. Выглядит, как будто бы какой-то меч ниндзя серьезный. Ну, не знаю, насколько. Ну, он очень плотный. Да? Смотри. Ух ты! Ты смотри! Вот это да! Надо подобные сухие листы найти как можно больше. Так не разрубит, но колюще очень хорошее. А смотри, что у меня. Выглядит, как будто бы ты из какой-то компьютерной игры корейской. Это точно. А ну-ка. Какого-нибудь. Ну, неплохо. А у меня будет мое копье. Нам нужно сделать себе жилище. Давай. Если мы на острове, нам нужен какой-то шалаш, какое-то укрытие, где нас бы не заметили. Уже вроде дождя можно тут спрятаться. Но нужно еще. Ну, как вам наш шалаш? Ха, неплохой. Да. Ну, смотри, от дождя точно мы уже спасены. И нас тут не видно. Но нам нужен один человек, который будет постоянно охранять. Мы должны меняться. Пить хочется. Это да. Это точно. Так подождите, у нас же был кокос. Точно. Ты помнишь, где он лежал? Да. Найди его. Так, кокос есть. Угу. Как же его открыть? Он такой твердый. Да. Сейчас попробуем. Может, удастся расколоть его. О, ух ты. Какой звук. Рука уже болит, а ему все равно. Даже трещинки никакой нет. Уже два кокоса есть, но как их расколоть мы не понимаем. Да, это бесполезно. Эх, никак не получается. А это неплохое оружие, смотрите. Круто будем использовать. Ты что делаешь? Смотри, я пытаюсь как-то его открыть. По-другому не получается. Может быть, если постоянно тереть его, то удастся слой вот так вот стереть и выпить содержимое внутри. Прикинь? А что делать вот с этой статуэткой, а? А что с ней можно делать? Ну, не знаю, пусть валяется где-то. Ой. Что это? Подожди. А вдруг людоеды будут искать эту статуэтку? Хм, искать? Ты думаешь? Да. Не знаю, может это, конечно, глупость. Но с другой стороны, вдруг ее волшебные свойства, как GPS-передатчики, показывают, где она находится, и шаман найдет ее и направит все племя. Может ее разбить? Нет, разбивать не надо. Вдруг злой дух, который находится внутри, селится в того, кто разобьет. Я предлагаю просто закопать ее, и, в принципе, никакая магия не сможет выйти из земли. Ну, ладно, я тогда пошел. А ты что, будешь вот так вот кокос пилить? Ну, да, ты смотри, уже получается. Ладно. О, вот это будет как лопата. Вот это да, ты уже... Вкусно, похоже. Вкусно, похоже. Вкусно, похоже. А кто будет охранять? Готовы? Да, давайте. На Чунгачангу. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. В смысле? Нет. Нет, просто нет. Все, давай, давай, давай. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Так, тебе просто. Ты идешь спать, отдыхаешь сейчас. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Артур, где же тут лежит? На тебе, охраняй нас! А что эта статуэтка здесь делает? Ты что, ее не закопал? Я ее закопал. Она как-то оказалась тут. Упана. Видно, опять магия сработала. Какая противная штука. Зачем ты ее взял с собой? Да вы мне вечно не верите. Ну, и пришлось взять. Не верим, когда ты неправду рассказываешь, выдумываешь что-то. А здесь зря ты ее взял. Но я же не знала, что так будет. Хм, не знал он. С магией не шутят. Поэтому давай, иди закопай ее. И сверху положи чем-то. Припри ее. И дай нам поспать чуть-чуть. Потому что все-таки устали мы сильно. А листья эти откуда? Убрасывай ее. Ее попробовать закопать поглубже. Чтобы она точно не выбралась. Так. Ну все. Теперь она точно не выберется. Можно спокойно идти. КОНЕЦ ФИЛЬМА как тут дела нормально я чуть-чуть поспал давай теперь ты я покажу по охраняю да странно ты дважды и закопал она снова оказалась здесь и вот это уже а давид же сказал о том что их было несколько я взял самую маленькую там были побольше и вообще огромные понятно одно закапывать ее уже бесполезно дважды закапывали и снова она оказывается тут не магия еще работает я предлагаю выбросить море да идем как можно дальше как можно дальше может быть соленая вода скроет эту самую магию я пошел выброшу ее в океан да но ты поставь лайк и подпишись чтобы она не оказалась у тебя дома ну что давид наша очередь спать все выложитесь да давайте надо набраться сил так а я тут пока буду охранять папа потише там а хорошо 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 все на самом деле уже совсем скоро ночь а вдруг здесь не только людоеды водятся а еще звери опасные насекомые ядовитые опана ребята ребят вставайте слушай может быть нам где-то раздобыть зажигалку где ты на необитаемом острове зажигалку возьмешь а может быть как-то палочку потереть или камень об камень точно это же древний метод добычи огня теперь бы подходящую палочку досочку какую-то и камешки о это будет хорошо единственное смотри банановые волокна какие-то пальмовые не знаю похоже на мешковину какую-то деревянную нужно положить наверняка они хорошо воспламеняются но это мы сейчас еще больше еще больше мало ли тут каждая искра на счету на счету так удар должен быть такой чтобы шли искры искры тут не могут идти это коралловые камни раньше смотрите они даже раскалываются раньше здесь было морское побережье остров буквально вырос из океана так не получится а может быть вот этого палочкой точно сейчас найду так вот какие-то палочки давай посмотрим и так древний метод нужно же в начале поставить дощечку и создать очень серьезное трение в начале нагревается 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 у нее вот это да настолько тёр что ты видишь но сказать так чтобы хоть дымок какой-то пошел не знаю может быть и только в наших широтах можно на необитаемых островах где деревья помягче камни какие-то коралловые ничего не получится мне кажется с костром плохая идея потому что если люди еды увидят что тут что-то горит то они обязательно придут сюда захотят нас есть точно точно поэтому лучше пусть они не знают что мы тут а как же насекомые пацаны которые зайдут к нам в шалаш как если костер их не отпугнет я еще слышал что шерстяная веревка отпугивает но ее тоже у нас нет а может быть сделать хотя бы маленький ров но они посмотрят что там какой-то скорпиончик и не захочет через него переходить давать угадала кто-то рядом сушит кто-то идет те у ее точно быстро сюда точно там кто-то есть точно кто-то там есть друзья ставьте лайки обязательно чтобы нас не нашли и подпишитесь на канал чтобы увидеть другие истории